Всем привет, друзья! Сегодня мы вместе с вами приготовим чудо майонез без яиц за одну минуту, просто, быстро и очень вкусно! Сегодня с вами Елена на канале Найди свой рецепт и мы вместе с вами приготовим майонез без яиц. Почему такой рецепт мы готовим? Очень многие пишут, особенно вот Юля часто пишет, вы вот такая стройная, вам везет, вы не поправляетесь, я что-нибудь приготовлю и сразу прибавляю полкилограмма. Такие моменты бывают, излишний вес, излишний холестерин, малая подвижность людей и, конечно же, стояние в аптеках в очереди за таблетками. Сегодня у нас рецепт здорового майонеза, который ничем не отличить от майонеза, который готовится с яйцами. Тем более, как можно отказаться от такого замечательного соуса, которым можно заправлять салаты, рыбу. Мы сегодня обязательно с вами такой майонез приготовим. Для нашего рецепта нам понадобится 150 мл молока. Молоко должно быть обязательно комнатной температуры, ни в коем случае не из холодильника. 150 мл растительного масла, 150 мл мы берем оливкового масла, соли, сахар и 1 чайная ложка горчицы. Для того, чтобы наш майонез получился отличным, нам нужен обязательно погружной блендер. Вот, пожалуйста, найдите, приготовьте и майонез у вас получится шикарный. Друзья, для того, чтобы наш майонез получился вкусным, нам все ингредиенты нужно обязательно завесить на весах, чтобы у них была точная масса. Поэтому используйте весы. Если нет весов, можно использовать мерную посуду. Мерной посудой может быть столовая ложка. То есть мы смотрим по мерной таблице, сколько в ложке содержится граммов. И можно ложками померить и молоко, и растительное, и оливковое масло. Сначала мы смешиваем все жидкие ингредиенты. Я выливаю молоко, выливаю растительное масло, выливаю оливковое масло, высыпаю 1 чайную ложку соли, добавляю 1 чайную ложку неполную сахара, примерно 3 четверти, наверное, я добавлю. И добавляем обязательно горчицу. Горчица у нас русская. Горчицу кладите по вкусу. Если любите, чтобы такой остренький был майонезик, можно немного и побольше положить. И все. Мы начинаем из таких продуктов готовить с вами эмульсию. Я опускаю погружной блендер. И мы просто вместе с вами добиваемся такой консистенции, чтобы из жидкого состояния у нас здесь образовался соус. Так, сейчас я вам покажу наглядно. Мы даже одну минуту с вами не взбивали. У нас уже получился великолепный густой майонез. Конечно, с помощью блендера так можно приготовить. Я пока уберу блендер в стороночку. И мы с вами обязательно для того, чтобы наш соус немножко стабилизировался, обязательно добавим 2-3 столовых ложки лимона. Вот у нас чайные ложки, поэтому я добавлю штучек 5. Сока лимона. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. И также чуть меньше даже минуты мы с вами готовим майонез. Майонез у нас получился просто отличный. Я желаю вам приятного аппетита. Таких легких рецептов, которые буквально одна минута. И мы с вами шикарно приготовили очень быстро полезный и вкусный продукт. Соус, от которого я не советую никому отказываться. В момент дегустации мы обязательно пробуем соус наш. Великолепный, вкусный майонез. Какая прелесть. Зачем от него отказываться. Такая вот прекрасная заправка. Хранится в холодильнике. Великолепно, вкусно, без холестерина. Я желаю всем таких рецептов. Легких, простых и очень быстрых. Не забывайте, пишите комментарии. Конечно же, ставьте обязательно лайки. И подписывайтесь на наш канал. Найди свой рецепт. До новых встреч. До свидания.